Дюрер и Кранах. Образы Северного Возрождения. Выставка под таким названием открылась в Тверской областной картинной галерее. Она организована при поддержке правительства Верхневоложья в рамках региональной программы Международной конфедерации коллекционеров, агентекваров и арт-дилеров «Большое искусство Большой России». На выставке представлен полный цикл ксилографии «Жизнь Марии» Альбрехта Дюрера. Немецкий мастер, благодаря настойчивости и новаторству, зарекомендовал себя как один из важнейших гениев Высокого Возрождения. Он трудился над циклом 9 лет. В этих гравюрах большое внимание уделено архитектурным элементам фона. При этом используется система центральной перспективы. Серия является одним из самых известных творений Дюрера, о чем свидетельствуют многочисленные позднейшие копии. Слушайте, Дюрер, правда, смотрит вообще. Я, когда я добавляю свои глаза, мне даже читаю, очень не думаю. И когда мы начали это обсуждать, я уже очень верила, что эта выставка состоится. Она состоялась. Большая удача для жителей Твери – увидеть произведение «Неравная пара» Лукаса Кранаха-старшего, а также портрет Иоганна Фридриха Великодушного, Курфюрса Саксонии, который написал Лукас Кранах-младший. Обе картины в разные годы экспонировались в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и Эрмитажа. В нашей картинной галерее они оказались благодаря владельцу – известному русскому коллекционеру Михаилу Перченко. Он считает очень важным выставлять полотна из частных собраний для всеобщего обозрения. Тот, кто коллекционирует для себя, это не коллекционер. Я был очень рад своей выставке в Пушкинском музее, потому что народ увидел мою коллекцию. То же самое и с Тверью. Когда наша конфедерация устраивает здесь выставки, я с удовольствием в них участвую. Экспозиция дополнена гравюрами 16-19 веков с видами знаковых для художников городов Нюрнберг, Венеция, Веймар. Помимо уникальных произведений живописи и графики, выставка позволяет погрузиться в давно ушедшую эпоху и увидеть предметы того времени. Скульптурное изображение святых Георгия Михаила, редкую шкатулку, датированную 1548 годом и многое другое. Посетители Тверского императорского дворца смогут все это лицезреть вплоть до 29 октября.